Первая миссия в игре Armored Core оказывается сложной для многих новичков в этой игре, поэтому вот несколько советов, которые помогут вам в прохождении. Первая миссия работает как базовый учебник по игре, который в дальнейшем дополняется дополнительными уроками, однако в основном проблема, с которой сталкиваются люди, связана с первым встречным боссом. Это вертолет AH-12. Как и предыдущие враги, с которыми вы сталкиваетесь в миссии, первый босс призван научить вас кое-чему в игре, в частности тому, как можно ошеломить более крупных врагов. Это не новая функция в сервере Armored Core, но в Armored Core 6 она используется в большей степени и показывает статус ошеломления врага сразу. При этом увеличивающаяся желтая полоска верхней части прицельной сетки показывает, насколько сильно вы ошеломили противник. Когда она достигает максимума, она вспыхивает красным цветом и вы можете использовать это окно оглушения для нанесения большего урона. Стартовое бронированное ядро, которое вы получаете, имеет только винтовку, ракетный блок и лазерный клинок. И как же можно справиться с первым боссом, имея только это? Первый совет это использовать лазерный клинок. Именно это оружие больше всего ошеломляет босса, а также наносит ему большой урон после оглушения. Однако необходимо следить за тем, как вы наносите удары лазерным клинком, так как у него есть таймаут. Стартовый лазерный клинок также дает два хороших взмаха. Я советую использовать лазерный клинок сразу после начала боя с боссом, что значительно увеличит полосу стаггера, а затем применить винтовку и ракеты, чтобы полностью его оглушить. Затем сделайте еще два взмаха лазерным лезвиям. Нужно оставаться в воздухе. Ваш куратор Уолтер говорит вам, что нужно держаться в воздухе. И на самом деле это хороший совет. Если вы останетесь на земле, вас будут бить. В воздухе вы можете уклоняться от ракет и другого оружия. При этом необходимо следить за своим энергетическим баром в нижней части экрана. Поэтому вовремя опускайтесь вниз, когда энергия будет исчерпана. Обычно, когда босс летит от вас, а затем снова поднимайтесь в воздух, чтобы нанести ему удар лазерным лезвием. Используйте укрытие и следите за окружением. Здесь есть два момента. Используйте укрытие на земле, когда вам нужно пополнить запас энергии. Они могут прикрыть вас, когда босс будет стрелять в вас из всех орудий. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы босс находился в центре зоны боя. Вы же не хотите, чтобы он вышел за границы, когда вы его оглушите. Бой с боссом будет интересным, если вы поймете, как он работает. Это также поможет вам в дальнейшем справиться с более крупными врагами, такими как тетроподы, бабс и другие боссы. Кроме того, необходимо следить за показателями стаггера, чтобы не остаться незащищенным в жаркой схватке в дальнейшем. АП от 30%. Давай еще чуть-чуть. АП от 50%. АП от 30%. Ну вот, тварю, вернулся как. Играет музыка. дайте жалоба вертолет sb и супер уничтожен сегодня все наконец-то за мной знаменитого лицензии регистрационный номер позывной ворона независимый наемник так тебя буду звать на рубиконе ворона независимый наемник